Про Крымскую войну написано уже очень многое, причем с разных точек зрения, вплоть до конспирологических версий, и несмотря на это, данное историческое событие по-прежнему остается одним из самых загадочных в отечественной истории. Уже по названию этой войны совершенно ясно, что проходила она в Крыму, и основной акцент делается именно на это. Хотя известно, что в то же время военные действия тех же армий шли на Балтийском, Белом и Охотском морях. Как писал один исследователь, это то же самое, как, например, уложить всю Вторую мировую, только в сражения на Малой земле. Почему такое стало возможным? Скорее всего, именно благодаря театру военных действий в Крыму, эта война и запомнилась всем из враждующих сторон. Перед вами медали Крымской войны в какой-то из зарубежных экспозиции. Слева медаль за взятие Севастополя, что в общем понятно. В центре медаль за победу на Балтике. Какую победу? Неужели над одной крепостью Свеоборг? Или все же Санкт-Петербург был взят? Или под угрозой взятия, что привело к капитуляции? Вопрос остается без ответа. И уж совсем странно, что в этом же ряду находится медаль за победу в Южной Африке, причем с уже постаревшей королевой Викторией на Аверсе. Явно эти события шли позже событий в Крыму. А что связывало Южную Африку и Российскую империю? Если сопоставить весь XIX век и даже первую декаду XX века, то странных военных событий и природных катастроф там происходило достаточно много по всему миру. Они шли на всех континентах, разве что исключая Антарктиды. В Америке эти странные события сейчас называются пожарами или землетрясениями. Итогом этих событий всегда было примерно одно и то же – разрушенные города. Но разрушенные так, что повторить такое разрушение в наше время можно только ядерными зарядами. Ощущение такое, что по всей планете ходили некие вооруженные формирования и тупо зачищали мир от остатков прошлой цивилизации. Историки потом подвели данные события под Франко-Прусскую войну или, например, землетрясения в Чикаго. Потому что совсем их скрыть было невозможно. И наша Крымская война, скорее всего, была простым рядовым событием, вырванным из контекста общей мировой истории тех времен. Что же было причиной такой общей мировой зачистки? Ну и на этом погружаемся в Крымскую войну. А точнее, в сохранившиеся исторические источники. Это обычная картина тех времен. Аналогичных картин с бомбардировками других городов Российской империи в свободном доступе имеется великое множество. Причем даже с бомбардировками тороидальными вихрями. Но речь сейчас не о них. Рассмотрим увеличенный фрагмент этой картины. Как вы думаете, зачем кораблям на паровой тяге, да еще и с несколькими котлами, судя по количеству труб, мачты с парусами? Очень странно. И сбоку на кораблях присутствуют не менее странные детали корпуса с куполами наверху. Для чего они нужны? Ну точно не под склад угля. При путешествии от Англии до Крыма, например, угля потребовалось бы много больше, чем объем этих складов. И скорее всего, эта картина является плодом творения начала 20 века. Или плодом перерисовки того же периода с оригинала, который мы уже не увидим. С удалением или перерисовкой ненужных деталей. Действительно, а как с таких небольших лодок летели в сторону города на приличное расстояние такие заряды, которые вызывали очень большой взрыв? Но все-таки зафиксируйте сам факт нахождения мач на кораблях с паровой тягой. Мы к этому еще вернемся. Ну а сейчас переместимся в героический Севастополь. Про этот город и его первую оборону сказано уже немало. Длилась эта оборона без малого год. Напрашивается вопрос, почему с таким упорством враг стремился взять Севастополь? Когда по прочим русским городам Азово-Черноморского бассейна он просто осуществлял бомбардировку и уходил. Ответ лежит на поверхности и с точки зрения идеологии не оспаривался никогда. Это была основная база Черноморского флота России. Разрушив эту базу, флот просто перестал бы нормально функционировать. Здесь был сосредоточен основной складской и ремонтно-строительный комплекс. Почему за местонахождение этой базы был выбран именно Севастополь сказать сложно. Видимо, существование базы флота в Севастополе сложилось исторически. Россия, если так можно выразиться, она досталась по наследству от прошлых цивилизаций. И переносить ее в другое место посчитали нецелесообразным, да и строить корабли большего ода измещения в то время не было смысла. Допустим, союзным войскам удалось бы уничтожить русский флот, отбомбиться издалека по Севастополю. И на этом задачу можно было бы считать решенной. Еще минимум несколько десятков лет Россия не смогла бы восстановить Черноморский флот, как ей и было предписано по итогам Крымской войны. Ну или взять Севастополь и остаться там надолго. Как, например, в Гонконге или других колониальных городах европейских стран, где-то в других частях света. Но ни то, ни другое сделано не было. Севастополь был взят и разрушен сравнительно высокой ценой, чтобы вскоре его отдать обратно. Отсюда можно сделать вывод, что сам Севастополь был союзным войскам совсем неинтересен. И российский флот также. Секрет хранился где-то в самом Севастополе. И одна из противоборствующих сторон его упорно защищала. А другая стремилась захватить и уничтожить. И после уничтожения эта географическая локация перестала иметь какую-либо ценность для разрушителей. Таким официально выглядел Севастополь 12 сентября 1855 года глазами Джеймса Робертсона, придворного фотографа Ее Величества. Действительно, какой-либо стратегической ценностью этот город уже не обладал. Практически не осталось камня на камне. А для жилья он был уже непригоден. Имеется много аналогичных фотографий этого автора. Даже после бомбардировок Страсбурга и Парижа в 1870-71 годах ситуация выглядела лучше. А здесь скорее похоже на Хиросиму в 1945 году. Какие же секреты хранил этот город? Наверное, надо начать с того, каким оружием этот город был превращен в подобные руины. По официальной версии, его подвергали бомбардировке с суши и моря, используя одновременно до 800 орудий. Надо думать орудий того времени, стреляющих ядрами. Вот так это примерно выглядело. И есть еще великое множество подобных картинок различного происхождения. Есть одна маленькая деталь. Сам город изображен совершенно не так, как его запечатлел Робертсон. Улицы, здания и форты почти целы. И это видно на рисунке. Малахов курган в дыму. Но это ни о чем не говорит. Война ведь. Кругом дым от сражения. Не исключено, что подобные картины делались фотографии. Брали основу и дорисовывали сюжет. Интересно, если рисунок делались фотографии, то где стоял фотограф? Это был северный берег бухты. На него, по преданию, эвакуировались последние оборонявшие город войска, оставшиеся в живых. Получается, основное нападение шло с суши, с южного направления. Видимо, наступать с севера мешала бухта или другие причины. Действительно, северный склон, слева на картине, был плохо пригоден для сухопутных боевых действий. И там стоял северный форт. Ранее это место называлось телеграфной горой. По преданию, на момент начала войны на этом месте существовал оптический телеграф. Вот только телеграф кого и с кем? И какая у него была ценность в условиях военных действий? Это гравюра неизвестного года и автора. Но, скорее всего, она выполнена еще до Крымской войны. По крайней мере, разрушение на ней не просматривается. И имеет она интересное название – Севастополь. Вид с телеграфной батареи. Телеграфная батарея – это и есть батарея с телеграфной горы. Или тот самый северный форт. На предыдущей гравюре над северным фортом действительно стоит какая-то башня. А что из себя представляет этот северный форт сейчас? Можно констатировать, что остались только следы, отсуществовавшие ранее большой крепости. Сейчас видны только остатки вала. Но, видимо, панорамный вид с этого места на Севастополь был замечательным. И увеличим ту самую гравюру в некоторых местах. Как видим, на всех фортах стоят обычные корабельные мачты. Для чего, если от плавсредств они совершенно далеки? Кто там спорил, что это не форт, а палуба корабля? И с матч спускаются тросы, проходящие на опорные изоляторы. Номер 3 на рисунке. И они соединяются с аксельбантом, который разматывает три персонажа. Можно спорить про противооткатный трос номер 2. Но при существующем механизме фиксации и поворота орудий на площадке, его присутствие почти бессмысленно. Но если он обеспечивает электрический контакт на пушку от некого устройства из подвала, тогда все становится ясно. Внизу форта есть нечто, что заставляет орудия испускать те самые электрические тороиды. А что там может быть в подвале форта? Здесь надо сделать небольшое отступление и посмотреть один документ. Почему в старые добрые времена существовал капитан Порта? И почему те должности, которые в англоязычной сфере общения назывались каптейн, в русской армии назывались урядниками? Урядник – слово, произошедшее от слова ряд. Это человек, стоящий у какого-то ряда, что совершенно очевидно. И каким-то образом отвечал за этот ряд, или за его техническое состояние. Взглянем еще на одну картину, тоже из серии «Обороны Севастополя в Крымскую войну». Что это за печи стоят внутри форта Николая? Неужели там надо было поддерживать тепло? В Крыму? Да еще в галерее с открытым пространством? Ну конечно же нет, это те самые ряды, которые и обслуживали урядники. Именно они и вырабатывали статический электрический заряд, если так можно выразиться, для стрельбы пушек тороидами. Маленькие дверьки, на таких с позволения сказать печах, служили только для эксплуатации, никакое топливо в них не кидали. Заряд шел наверх по металлосвязям в кладке. Кстати, в той же крепости Керчь эти металлосвязи выходят на место аккурат к каждой пушке, причем по четыре штуки сразу. То ли этим усиливали стрельбу, то ли применяли резервирование. И путем несложной доработки такие печи превращались в обычные печи. Энергетика прошлого имеет те же свойства, что и сейчас. Переход одного вида энергии в другой никто не отменял. И тут, наверное, до многих начинает доходить, что пушки стреляли совсем не ядрами, а просто использовали их как расходный материал. И что за оружие превратила Севастополь в труху. Такую труху, что смотреть на старые фото вполне тоскливо. Попадание тороидов превращало камни в пыль. Сохранившиеся камни уцелели просто от того, что их повалило на землю волной. Трудно представить, что случилось в местах попадания тороидов в людей. Героизм защитников Севастополя действительно заслуживает высшей оценки. После зачистки мира от следов прошлой цивилизации, данное оружие было искусственным образом забыто. Хотя по своему устройству оно было намного примитивнее пришедших ему на смену орудий массового уничтожения нового поколения. И в ходе Крымской войны, и в частности в Севастополе, одной из целей союзных войск было уничтожить это оружие у своих визави. Видимо, это и было сделано. Хотя с большими потерями. Русские солдаты отвечали им тем же. Но и истории, в который раз было неинтересно фиксировать корабли союзных войск. Наполовину съеденные тороидами, как например здесь. Хоть корабли были и с резервированной паровой тягой, но мачты они имели. И эти мачты не совсем предназначались для парусов. А может даже совсем не для них. Но и вспомним ту самую картину бомбардировки Одессы. Но Севастополь был взят. От оборонявших его фортов и батарей осталось совсем немного. Только железные держатели тех самых мач, как ни странно, сохранились. Чем это могло быть вызвано? Заземленные металлические конструкции срабатывают, как молния-приемник. Шаровая молния, как обычно, имеет те же свойства. Если бы защитники Севастополя имели рыцарские доспехи, жертв могло быть меньше. Но, увы, выжили в той мясорубке очень немногие. Как вы думаете, закончилась на этом энергетика прошлого, которую использовали в Севастополе для нуж флота? Совсем нет. Стрелялись и бомбились подобным образом по всему миру. И из-за такого пустяка держать Севастополь целый год в осаде, союзные войска вряд ли бы стали. Наверняка город имел еще какой-то секрет. Но вот какой? Возвращаемся к официальной истории. Зачем защитники города до последнего держались на Малаховом кургане? Какой стратегической ценностью он обладал? Как видим, на момент взятия он не представлял ничего особенного. Обычный бастион, или как его называют в фортификационной науке, ридан. Если была нужна высота для обстрелов города, то можно было бы с таким же успехом занять Северный форт. Акватория бухты с него простреливалась бы идеально. Тем более, что там находились удобные позиции Михайловской батареи и других фортов. Это все, что находилось на Малаховом кургане после его взятия. Уже прибран мусор. А на самом ридане стоит деревянное здание. Его построили уже после войны. По некоторым сведениям, его называли домом инвалидов. Для чего и в связи с чем он там был выстроен, уже не понять. Что же за секрет хранил этот ридан? Для его разгадки обратимся к официальному источнику по истории Малахова кургана. Впервые название господствующей высоты, как Малахова кургана, появилось на генеральном плане Севастополя в 1851 году. Документы, хранившиеся в Центральном государственном архиве Военно-морского флота России, позволяют утверждать, что курган назвали по имени капитана Михаила Михайловича Малахова. В 1827 году Михаил Малахов переселился из Херсона в Севастополь. Поселился на корабельной стороне и стал командовать ротой 18-го рабочего экипажа. За сравнительно короткое время капитан Малахов снискал среди нижних чинов и бедняков в славу честного и справедливого человека. В дом его, который находился вблизи кургана, шли с просьбами и спорными вопросами. Вскоре фамилия капитана стал называться Весь Курган. В июле 1854 года в юго-восточной части Малахова кургана на средства, собранные жителями города по проекту инженера Старченко, был построен оборонительный бастион, названный впоследствии Корниловским, который сохранился до наших дней. Во время Крымской войны 1853-1856 годов одним из семерых выживших защитников каменной башни на Малаховом кургане, которых французы после штурма нашли среди трупов, оказался тяжело раненый Василий Иванович Колчак, будущий отец верховного правителя России Александра Васильевича Колчака. О какой каменной башне идет речь, если там всего лишь был тот самый Корниловский бастион? Что-то Вики тут недоговаривают. Более того, именем Малахова кургана во Франции был назван и впоследствии запущен в кулинарную культуру торт Малаков. Неужели этот торт был в форме того самого Редана? Верится с трудом, но везде на всех рисунках и гравюрах союзные войска штурмуют просто холм и не более. Попробуем отыскать, что же за строение было на Малаховом кургане путем перебора тех самых картинок. Что там на заднем плане? Показалось, холм Малахов с остатками круглой башни. Остатки от башни, видимо, и есть наш Редан. Но только до башни ему очень далеко. Едем дальше. Тут уже теплее. Мы видим, что на Малаховом кургане стояло нечто, похоже на большую круглую башню. Та же башня уже повторяется на картине другого автора. Похоже, эта башня выглядела именно так. И здесь она повторяется. Но вот только звалась она башней, а не фортом. Это значит, что она была гораздо выше. Только в ходе боев ее наполовину уже снесли. Смотрим дальше. На этой обложке, сборника иллюстрации от другого автора, картин Крымской войны, художника Вильяма Симпсона, уже виден более конкретный контур той самой башни, стоявшей на громадной зубчатой стене. Но башня действительно разрушена. Увы, в свободном доступе, и это удалось найти с большим трудом. На этом можно останавливаться. Чем же эта башня так заслужила то, что ее пришлось не просто снести, но искусственно забыть? На удивление создателям истории, они не смогли предугадать тот факт, что архитектурные объекты могли копироваться в других частях света. И в данном случае, по иронии судьбы, нашлась гора Малахов, состоящей на ней башней. Нашлась, понятное дело, тоже в цифровых архивах третьего эшелона. Это сооружение находилось, да и сейчас находится в городе Йена, Германия. В 1896 году оно называлось Башня Малахов на одноименной горе. Сейчас, понятное дело, это просто гора. А башня стала башней Кайзера. Надо сказать, башен Кайзера в Германии более сотни. И как будто Бисмарку было больше нечего делать, кроме как возводить в честь себя башни. Но это очень удобная версия исторических объяснений. Башню эту возвели, скорее всего, в память о тех событиях в Крыму и не в контексте страны-победителя. По одной из версий, Германия в 19 веке была близким сателлитом, если не частью Российской империи, наряду с Австро-Венгрией. И колония Германии, Южная Африка, тоже была почти своей землей. Лично у меня есть все основания полагать, что башня в Германии есть точная копия той самой оригинальной башни из Севастополя. Но разве что некоторые вазы с карнизов убрали совсем или заменили на птиц. И купол, видимо, до конца возводить не стали. Такие сооружения без куполов не бывают. Башня башней. Но при чем здесь энергетика прошлого? Опять возвращаемся к картинам обороны Севастополя. На картине изображены доки для малых судов. Скорее всего, художник срисовал из фотографии взятого Севастополя и при этом применил гротеск, представив, как эти доки выглядели до военных действий. Другими словами, на картине нет мусора, разрухи и добавлены рабочие. Фотография, с которой сделана эта картина, имеется в коллекции все того же Робертсона. Как видим, подставка для мачты на заднем плане тоже имеется. Обратите внимание на обведенное пролетное строение. Оно сохранилось почти идеально. Наверное, здесь тоже случай с заземленной железной конструкцией. Эта же деталь в точности пририсована на другой картине. А снизу устройство, которое подавало воду в док. Даже органы управления задвижками сохранились. И точно так же пририсовано на картине достаточно скрупулезно. Внешний вход в док был справа от пролетного строения. Видны шлюзы и задерживающие воду устройства. Перепад уровня шлюзов и моря вполне значительен. Каким образом вода попадала в шлюзы? И попадала она явно откуда-то сверху. Земля в доке явно появилась недавно. Скорее всего, тароидами расстреливали стоявшее наверху некое сооружение. И прах от него осел вниз. А теперь попробуем сыграть в игру, как было, как стало. И запомним фото этого дока сверху. А это фотография того же дока и от того же Робертсона. Даже пролетное сооружение и подставка для мачты сохранились. Только док превращен в труху. Что это может означать? Наверное, только то, что Робертсон педантично фиксировал все разрушения Севастополя. Когда он прибыл в Севастополь, он снял его виды, как было, и потом повторно, после уничтожения инфраструктуры, сделал то же самое с тех же ракурсов. Для королевы это было лучшим доказательством того, что миссия выполнена. В данном случае док уничтожен. И никто не купился, чтобы под шумок отставить его в ремонтопригодном виде. Док – это основное предприятие Севастополя. Без него город действительно терял всякий смысл, как база флота. А как же этот док наполнялся водой? Возвращаемся к Малахову кургану и смотрим современную спутниковую карту. Под номером 1 изображено место, где стоял тот самый док. Даже сейчас там мало застройки. Под номером 3 расположен тот самый Редан на Малаховом кургане. Но Малахов курган занимает гораздо большую площадь. И под номером 2 мы видим засыпанные остатки каких-то каскадных сооружений, направленных в сторону дока. Полагаю, теперь все стало ясно. Башня Малахова кургана была ничем иным, как гидротехническим сооружением, которое наполняло док подземными водами. Без нее док функционировать не мог. И этот объект обороняли до последнего. Но снова вернемся к описанной высшей гравюре Севастополя. И посмотрим один ее увеличенный фрагмент. Под номер 1 упрощенно нарисован док, который мы рассматривали выше. А что за объект расположен на Малаховом кургане под номером 2? Это тоже док, только для больших кораблей. Заход в этот док был через бухту, которая ныне пухтой не является. А называется Балкой Ушакова. И вокруг стоят огромные кораблестроительные цеха. Видимо, это как раз и хотели уничтожить. Как видим, этот огромный по тем временам судостроительный завод тоже превращен в труху. Собственно, его никто и не восстанавливал. В начале 20 века по проекту Ушухова в городе был выстроен новый док, но уже совсем в другом месте. А символ этого завода, дававший ему жизнь, башня на Малаховом кургане была стерта с лица земли, под самый корень. Мало того, она была полностью забыта. Кстати, а что там сейчас добыча воды в Крыму? Полагаю, всем зрителям эта проблема известна. Воды там под землей как будто нет. И, наверное, пора уже подводить итоги. Крымская война, как, впрочем, любые военные действия вблизи морских границ Российской империи, середины 19 века имели вполне осязаемую подоплеку. Ее целью была энергетика прошлого, которая продолжала функционировать в городах после какого-то малоизвестного природного явления. Это явление прошлось по всему миру и устроило экологическую катастрофу. Одной из наиболее пострадавших стран как раз и была Российская империя. Воспользовавшись кризисом, на ее территорию стали нападать вооруженные формирования различных стран, объединившиеся в союз. Назовем этот союз условно нулевым интернационалом. Но первую атаку этого интернационала империя смогла отбить. Возможно, подобная война была просто не по силам самой нападавшей стороне. И в результате итог Крымской войны устроил всех. Оборона Севастополя была самой яркой страницей в этой Крымской войне. Ни в одном месте война не велась так продолжительно и упорно. По крайней мере, в истории других данных не сохранилось. Предметом военных действий в данном случае выступала военная морская база, которая использовала для своего функционирования технологии прошлого. Это очень сильно не вписывалось в новый мировой порядок. Собственно, энергетика прошлого не интересовала и саму Российскую империю. Эти технологические объекты развивались на ее территории самостоятельно, скорее вопреки, чем благодаря государственной политике. История появления самой Российской империи мало чем отличалась от политики колонизации европейскими странами стран третьего мира. В развитии технологий прошлого никто заинтересован не был. С конца 19 века в Российской империи начала бурно расти промышленность. И использование технологий прошлого стало выходить из-под мирового контроля. Это сильно раздражало сильных мира того. В начале 20 века в Российскую империю вошел уже всем известный окрепший третий интернационал. И что было дальше, все знают. Он окончательно уничтожил все объекты энергетики прошлого. Хотя и под вполне благовидным предлогом всеобщего равенства и братства. Все было сделано по-умному. Руками собственных полуграмотных граждан. Без всяких союзных войск. Наверное, если совсем недавно мировому сообществу демонстрировали не мультики многомаховых ракет, а какой-нибудь фильм с по-настоящему установленной Николаевской батареей, например, в Севастополе, все было бы гораздо круче. А вы как думаете?